приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы и сегодня у нас на май месяц очередной календарь это календарь агро прогноз агро гороскоп для поливов на май 2020 года и этот лунный календарь я составила рассчитала по московскому времени как всегда от него можно приблюсовать от минусовать нужное время для своего региона и так начнем начинается месяц май 1 мая в знаке нейтральном то есть это знак льва здесь можно поливать можно не поливать в любом случае при поливе вреда не будет для растений просто-напросто хороший полив в конце первого мая он перейдет очень хорошо и будет эффективен потому что следующий знак у нас дева от одни корни одни корни это супер время для полива и для подкормки растения очень хорошо воспринимают подкормочки но сразу же хочу сделать несколько акцентов очень важных замечаний сейчас у нас время перехода в знак водолей и плутон с юпитером также находятся в этом знаке и это время когда земли тем более что засуха и во многих регионах почва абсолютно не имеет никаких запасов влаги и если вы решите сделать подкормочку не полив заранее то естественно корни будут гореть поэтому обезопасьте растения свои сначала поливаете а затем уже добавляете подкормочку но и в связи с этой ситуации засухи и такого состояния почвы прошу не увеличивать дозу удобрений любых то ли минеральных то ли органических кстати в деле можно использовать эти два вида удобрений и так вот это можно делать будет в 9 2 мая 3 мая а вот 4 мая прошу обратить внимание только очень рано 4 можно поливать или же лучше всего хороший полив сделать 3 вечером почему потому что затем луна переходит в знаке стихии воздуха это весы ну а весы вот 10 часов после 10 нельзя будет поливать 4 5 и 6 не поливаем до 10 часов это время весов это опасно как меня попросили писать слово опасно одна семья обратилась через соцсети вот говорит мой муж когда ему слово опасно прозвучало он тогда понял что нельзя поливать в эти дни а раньше он на это не обращал внимание ну и вот попросил для нас мужчин мы занимаемся поливом пишите пожалуйста это слово опасно а потом нельзя поливать и мы будем следить за этим важным делом за этим важным агроприемом ну что ж я выполняю просьбу смотрите опасно поливать 4 после 10 5 весь день и 6 до 10 часов утра ну а затем замечательное время такое это время скорпиона начинается вот теперь можно поливать и подкармливать скорпионе растение очень хорошо пьет воду и подкормочку небольшую лучше конечно в скорпионе давать органику можно уже зеленые удобрения созревают кое-где в бочках и их можно использовать ну и любые другие органические удобрения которые у вас есть вот это время будет идеально 6 после 10 7 все 24 часа и 8 можно поливать вот здесь очень хороший период в плане того что если вы утром польете до 10 часов замечательно очень хорошо увлажните почву то следующий знак у нас нейтральный знак стрельца не растением не будет плохо они не будут болеть и будут заниматься своим делом здесь нету вот этого слова опасно здесь нейтральный знак поэтому 8 утром хорошенько поливаете все свои растения а вот уже после обеда 9 также мая и 10 с утра полив можете проводить можете не проводить дело в том что в знаке огня растение просто не употребляют воду у них совсем другие задачи в это время поэтому кстати можно если очень много нужно поливать растений то естественно можно вот 10 уже начинать с утра поливать далее переход будет после 12 часов 40 40 минут переход в знак козерог а вот козерог это супер время для полива подкормки дни корня и это будет продолжаться у нас и 11 все 24 часа 12 от 12 число будьте внимательны лучше всего полива провести до обеда то есть до 13 14 часов чтобы вода могла впитаться и на следующий день можно было бы вспушить землю и растения наши корни и растений могли дышать но естественно сами растения себя ощущали сбалансировано и здорово поэтому смотрите водолей у нас 18 и 40 будет 12 мая а это наступает время как мне сказали пиши опасно вот опасность для растений именно в это время полива 13 там будет и 14 14 кстати весь все сутки 24 часа и захватит еще 15 до 4 часов 26 минут поэтому вот уже в рыбах 15 можно утром уже после 5 поливать подкармливать растения в рыбах и 16 и 17 мая да в принципе можете даже и до вечера здесь следующий знак у нас нейтральный знак знак овна растение воду не пьет но и не вредно это для растений для корней так что 17 хорошенько поливайте свои растения 18 и 19 нейтральный знак это знак овна поливы здесь не играют особой роли и не вредят это самое главное а затем наступает знак тельца ну что у нас телец это знак снова корня супер знак когда можно и поливы проводить и подкормочки напоминаю у нас пока прохладно но в мае месяце резко может наступить лето жара поэтому подкормки говорила и буду говорить и предупреждаю не увлекайтесь засуха почва сухая это те регионы где у нас почва сухая ну а для тех регионов где влажная почва это не касается но все равно подкормки старайтесь не переусердствовать с ними делайте их так чтобы растения могли переработать эти питательные вещества но и развиваться хорошо чтобы не было ожогов корней и так телец 20 21 и снова же после знаков корня наступают знаки стихии воздуха поэтому 22 нужно полить до 13 14 часов и подкормить растения потому что близнецы после 16 36 22 числа наступает время снова опасности для поливов и это будет продолжаться 23 и 24 мая нельзя в это время близнецах поливать ну а затем снова же после стихия воздуха наступают дни стихии воды поэтому здесь уже с двух часов ночи 25 26 24 часа и 27 можно до 10 часов спокойно поливать и подкармливать но в раке подкормки нужно проводить органическими удобрениями затем знак 27 луна уйдет из знака рак в знак лев ну а лев это нейтральный знак огненный знак будет этот период продолжаться с 9 и 34 минут 27 так что утренние поливы пойдут на пользу для наших растений 28 и 29 будет до 14 39 луна находиться в знаке лев нейтральный знак если там сильно надо полить поливайте но в это время просто-напросто растение заняты совсем другими делами и в это время вода не вредит ни корням не самим растениям а зато уже в 9 29 после это уже будет хорошо после 15 часов можно 29 30 все 24 часа и 31 до 15 часов желательно завершить это дело снова дни корня супер поливы и плюс подкормочка очень хорошее время для этих агроопераций почему только нужно до 15 часов потому что у нас вечером то есть 17 часов 39 минут луна переводит знак весы а это стихия воздуха и это снова опасно для наших растений для корней которые задыхаются от изобилия воды и тем более если кто-то еще и удобрения добавляют то конечно начинают желтеть и потихоньку погибать так что помним что 31 мая поливаем до 15 часов после 15 часов исключаем поливы но еще очень прошу вас для того чтобы сохранять влагу очень драгоценную влагу в мае месяце 2020 года после полива в любое время вспушивайте через сутки через полторы суток вспушивайте обязательно землю и эмульчируйте влага очень дорогая в 2020 году ну что ж раиса горяченко александр волик подготовили вам это видео составили для себя план и делимся этим планом работ с вами со всеми кто смотрит кто подписывается на наш канал подписывайтесь вы будете всегда в курсе всех агро приемов которые нужно провести в любом месяце то ли это зима то ли весна то ли лето всегда есть требования знаков вернее луны в определенных знаках и если их соблюдать эти лунные ритмы то всегда будет все получаться ну что ж прощаемся с вами до следующего видео всего вам доброго до новых встреч всего всего самого прекрасного и крепкого всем здоровья